Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скрипицкого представляет Мастер-класс «Море из эпоксидной смолы» Создание декора для разделочной доски. Техника «Море». Для работы нам понадобится Акриловая, белая акриловая краска, разделочная доска, одноразовые стаканчики, горелка, скотч, смола с отвердителем, красители. У меня здесь океаническая и морская волна, пигмент, порошок и, конечно же, порошок для волн, шпатели и кисточка. Ну что, поехали. Для начала нам нужно заклеить задник скотчем, чтобы смола у нас не стекала. Теперь мы берем белую акриловую краску и там, где мы планируем сделать море, мы красим белой акриловой краской. Закрашиваем бортики. Берем весы и отмеряем смолу с отвердителем. На эту досочку у меня ушло в районе 100 грамм. Тщательно перемешиваем смолу. Берем белый порошок для вол. Насыпаем в стаканчик. И смолы немножечко шпателем льем. И тщательно мы ее размешиваем. Порошочек растираем в стаканчике. Теперь разливаем смолу оставшуюся по стаканчикам и добавляем красители. Океанический, морская волна и синий пигмент. Перед тем, как добавить красители, нужно их тщательно встряхнуть. Смотрим, какой цвет у нас получается. Можно смешивать разные цвета. Теперь начинаем заливать. Начинаем с темно-синего перламутровый. пигменты. Шпателем помогаем смоле, чтобы она закрыла наш рисунок полностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я еще добавила тут прозрачность смолы на дерево. Теперь проходимся горелкой, чтобы убрать пузырьки. Теперь берем белый порошок, который мы растирали и наносим такие линии волнистые. Приходимся горелкой и даем постоять некоторое время, чтобы наш порошочек немножко осел вниз. Теперь берем фен. Можно брать любой. У меня под рукой оказался строительный. И начинаем раздевать волны под углом 30 градусов. Получаются такие красивые ажурные волны. Смола начинает стекать по бортикам и можно шпателем пройтись. И вот такая красота у нас получилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...